...балов от Тахахика Кодзука. Ну и... Велика, конечно, вероятность, что Мроз сейчас выйдет на пьедестал. Но вот кто дрогнет? Вернер без четверного? Жубер со своими вечными нервами и ошибками? Кодзука? Угу. Кто? Тахахика вроде бы из них спокойнее всех, но помните, у него тоже бывают срывы, да такие, что он может даже и на вращение упасть, как это было, то ли на прошлогоднем, то ли на позапрошлогоднем турнире французском. Итак, Томаш Вернер. Его программа посвящена Майклу Джексону в этом сезоне. Произвольная программа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Неплохо, неплохо, Томаш Вернер. Нашелся и чешский флаг для него у болельщиц. Да, делать программу на музыку Майкла Джексона это особое удовольствие. Обратили внимание, сразу публика завелась, просто моментально. Даже вот не прошло и трех аккордов, как уже все начали аплодировать. Помните, как в свое время делали на музыку Джексона программу Шелленбурн Виктор Кратц? Но им тогда повезло. Тогда в Нью-Йорке они имели возможность в Мэдисон Сквер Гарден в 2001 году сходить на концерт Майкла Джексона, посмотреть, как это бывает на самом деле. Начал он под лупс и тулуп, под музыку Джексона. Честно говоря, тут же возникло сомнение, а можно ли под музыку Джексона сделать всю программу, чтобы публика не унималась. Ну, там нашли решение Ани с постановщиком, чтобы это сделать красиво. Тройной аксель, двойной тулуп, потом вдруг сорвал Риттбергер. Взял прыжок в правильную Либелу. Тройной аксель немножко шатко получился. Лутс затем был не шикарный, но был. Цальхов очень хороший. Потом два с половиной оборота. Вот флип с тулупом и Риттбергером. В какой-то момент так немножко все расползлось, и программа пошла отдельно, музыка отдельно. Но к дорожке шагов Томаш Вернер уже вернулся и дал публике еще немножко шоу. Бесчетверного, видите, как спокойнее все у некоторых получается. Посмотрим, что там можно с оценками получить без четверного. 144 балла. И это пока что он... А, стоп. А где у нас... Где-то что-то у меня не высветились оценки брендом «Роза». 144 балла – это меньше, чем у американца, и он становится вторым. То есть уже пропустив Брэндона на пьедестал.